На прошлой неделе в зону проведения специальной военной операции был доставлен 17-й по счету гуманитарный конвой. Мы в этот раз привезли более 40 тонн необходимых вещей. Среди них это и стройматериалы, и автомобильная техника, и личные посылки. Еще раз большая благодарность нашим всем жителям, кто принимает участие, кто неравнодушен. Больцы передают большое спасибо. Также в образовательное учреждение города Днепрорудный были привезены канцелярские товары и учебные пособия. А на аллею Дружбы из Нефтекамска прибыли крупномерные бересклеты. За прошедшую неделю на территории города зарегистрировано 8 пожаров. В результате одного из них погибли двое мужчин. К сожалению, один пожар у нас с трагическим исходом. С квартиры по Карлом Маркса жилые выговоры двое мужчин. К сожалению, они погибли. Это 52-го года рождения, 83-го года рождения отец и сын. Противопожарная безопасность – это в первую очередь. Сейчас засушливая погода наступает. И горение травы есть фактор. И где-то детишки уже поджигают у нас траву. Траву тоже родителям. Особое внимание обратить на это. 26-го мая отмечается День предпринимателя. Малый и средний бизнес был и остается важной частью экономики города. Тысячи нефтекамцев или сами являются предпринимателями, или работают в сфере МСП. Так, количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 января было 4 439 единиц, а в 22-м году это было 4 268. На 1 января уже 4 584. Численность самозанятых на начало года составляла 7 146 единиц, на 1 января – 8 298. В малом и среднем предпринимательстве городского округа занято порядка 33 тысяч человек. Обеспечивается трудоустройство 45% от числа занятых в экономике городского округа. Эльдар Валидов поблагодарил нефтекамское предпринимательское сообщество за оказываемую для города помощь, в том числе за постоянную помощь при формировании гуманитарных грузов для наших бойцов. Для летнего оздоровительного отдыха уже готовы как загородные, так и школьные и тематические лагеря. Всего у нас запланировано 65 различных типов лагерей. Это 20 лагерей с дневным пребыванием, 23 тематических лагеря, 19 лагерей труда и отдыха, и 63 лагеря из 65 имеют положительное исключение по уличному оздоровлению и вопросу потребно-одзора. Также планируются две смены по линии Комитета по делам молодежи. Это для детей и подростков, которые состоят на различных видах учета с оплатой 40 человек. И вторая смена с общим названием семейной ценности для детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Также охват будет примерно 40 человек. 24 мая для школьников прозвучит последний звонок. Для выпускников 9-11 классов начинается ответственная пора сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Первый единый государственный экзамен для 11-классников пройдет уже 23 мая. Полина Сюткина, Юрий Соболев. Информационная программа «Ежедневник».